Сегодня у нас небольшое расследование. Я разбирался в истории с утилизацией медицинских отходов в республике Башкортостан. И началось это все с одной истории, которая недавно приключилась на задворках промышленных зон Уфы в Рженикидзовском районе и в поселке Михайловка. И я говорю об истории, которую так тщательно раскручивает Николай Бажин по поводу как будто бы и якобы незаконно складируемых медицинских отходов на этих объектах. Но я решил подойти к этому более серьезно и обстоятельно. Связался с руководством вот этой компании, о которой идет речь. Компания называется ООО «НСК Экохолдинг». Я связался с директором этого ООО Ириной Косолаповой. Мне, кстати говоря, удалось это сделать, в отличие от Николая Бажина. И при этом мне не пришлось на манер следователей НКВД врываться в офис Экохолдинга, пугая несчастных офис-менеджеров. Не пришлось выхватывать с полок документацию предприятия. В общем, не пришлось из себя изображать какого-то крутого матча. Достаточно было найти телефон Ирины Косолаповой, директора предприятия, и обстоятельно с ней побеседовать. Так что же, собственно, произошло и в чем проблема, и в чем хайп Коли Бажина? Предприятие «Экохолдинг» в определенный момент согласилось, ну, исключительно из корпоративных соображений, утилизировать остатки медицинских отходов, которые находились в городе Туймазы. И, в общем-то, эти отходы не имели никакого отношения к компании «Экохолдинг». Но из соображения корпоративных, вроде как, обязательств, компания «Экохолдинг» решила утилизировать эти отходы вместо компании «Сафити Эко», которая к этому моменту утратила возможность исполнить свои договорные обязательства. Достаточно большой объем вот этого медицинского мусора, медицинских отходов лежал в Туймазах и требовал утилизации. После того, как компания «Экохолдинг» переместила эти отходы, медицинские отходы, упакованные на семи газелях на свою базу в аржентинский район города Уфы, в общем-то, пришло понимание того, что этот объем будет достаточно долго утилизироваться на том оборудовании, которым располагал «Экохолдинг» на тот момент. Речь идет о печи для сжигания. То есть, там определенный ритуал, значит, эти мешки, вот это все упакованное в мешки, оно должно сжигаться в печах. Вообще, по СанПину существует несколько способов утилизации медицинских отходов, мы чуть позже об этом поговорим, но один из них сжигание, а другой дробление с последующим складированием на мусорных полигонах. Так вот, поняв, что мусора стало слишком много для того, чтобы быстро переработать его в печи, компания принимает решение переместить часть этого мусора на другую площадку. К этому моменту они арендовали площадку в поселке Михайловка для того, чтобы там уже, скажем, половину этого мусора переработать путем дробления. В тот момент, когда отходы начали перемещать на вторую площадку, вот тут все, собственно, и началось. Удивительным образом информированный о перемещении сотрудников компании «Экохолдинг» Николай Бажин и его летучий отряд начали вылавливать вот эти автомобили, которые перемещались в Михайловку. Начались вот эти съемки, началось выхватывание ключей, вот эти вот бестолковые разговоры с водителями «Газели» и так далее. В конечном итоге активисты вызвали полицию, прокуратуру, Роскомнадзор, в общем, всех, кого смогли только вызвать. Судя по всему, звонили даже с Портлото. Но надо отдать должное правоохранительным и контрольным органам. Все они откликнулись на призыв вот этих, значит, товарищей. Приехала полиция, приехала прокуратура и так далее, и так далее. Все они совершили положенные для них ритуалы. И в итоге на выходе оказалось почти ничего. Прокуратура, осмотрев обе базы, предписала переработать мусор, ну, собственно, продублировала те обязанности, которые и так были. Были найдены некие незначительные нарушения по складированию, имеется в виду по методу укладывания этих мешков, и было указано на необходимость ликвидации этих нарушений. Собственно, вот и все. МВД провело доследственную проверку и не выявило повода для возбуждения уголовного дела, не обнаружив никаких существенных нарушений. Значит, на этом вся история вроде как заканчивается. Но только не для Николая Бажина и его компании. Они продолжили шуметь, они пошли, значит, по офисам, открывая двери и выхватывая папки с полок. Но, повторюсь, правоохранители существенных нарушений во всех этих историях не нашли. Чего не скажешь о владельцах компании «Экохолдинг». Они остались, в общем-то, недовольны всеми этими акциями и обратились в правоохранительные органы с требованием дать оценку действиям господина Бажина и его летучего отряда. В частности, владельцы «Экохолдинга» предполагают, что господин Бажин допустил самоуправство, отнимая ключи у водителей и врываясь в офис, о чем было написано соответствующее заявление в правоохранительные органы. И, судя по всему, в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело. Там дальше, как говорится, посмотрим, чем все это закончится. Ну, в общем, вот, собственно, вся история. Никаких существенных нарушений в процессе всего вот этого шума, гамма и хайпа не было обнаружено. Кроме всего прочего, вопреки утверждениям Николая Бажина, в той мазах, откуда забирали вот эти несчастные остатки медицинских отходов, тоже не было возбуждено никаких уголовных дел, как бы это ни хотелось Николаю, и как бы не хотелось ему это преподнести в каком-то трагическом виде, там тоже не было никаких уголовных дел, там были рядовые обычные проверки правоохранительных органов и контролирующих органов, которые, кстати говоря, в этой сфере бизнеса случаются регулярно и довольно часто. Так что же случилось вообще? Что повергло Колю Бажина, добродушного, веселого парня, самоназванного продюсера, заняться вот такими вещами, с такой яростью и активностью? Вот это, конечно, хороший вопрос. Самозванный продюсер Бажин, наряду с другими самозванными продюсерами типа Бузыкаша, в последнее время настойчиво и достаточно безуспешно пытается занять свое место в медийном пространстве Республики Башкортостан. Вот эти все видеоканальчики со ста просмотрами на сюжет, они, конечно, не впечатляют, прямо скажем, как результат деятельности. Все мы помним там все вот эти вот довольно забавные истории с попытками интервьюировать всевозможных Тимасовых и Шагаповых. И вообще само по себе давнее, тесное сотрудничество с как бы экологами, которые даже на тему Шихан не имеют никакого собственного мнения, конечно, наводят на всякие нехорошие мысли в отношении Бажина, учитывая, что вот это сотрудничество, оно долгое. То есть человек видит, что оно абсолютно безрезультатное, абсолютно неплодотворное, но продолжает. Там, значит, что-то другое. Это не сотрудничество, это нечто иное. Ну и сама по себе необычайная агрессивность, три подряд ролика там вот на эту тему, прямо бам-бам-бам, конечно, ну, наверное, вовсе не оставляет нам сомнений в истинных намерениях и в истинных мотивах Бажина и его кампании. Ну а то, что рядом с ним уже в последнее время все время крутится вот эта Дианочка Демидова, которая, в общем-то, как говорится, и нашим, и вашим за 100 рублей пляшем, как в поговорке, то есть она везде во всех, значит, там, активностях нашего города, это тоже наводит на мысль о том, что это, конечно, все абсолютно неестественная кампания, и у них есть совершенно четко прописанный мотив. Если говорить с точки зрения ассоциаций, то и Бажин, и Дианочка мне напоминают Владимира Ильича Ленина и Надежду Крупскую, выступающую на детских утренниках по заказу, там, сям, в общем-то, в любых коллективах. А теперь давайте поговорим о серьезном, о самом бизнесе по утилизации медицинских отходов и о том, кто эмпирически мог бы быть заказчиком всей вот этой группы аниматоров для съемок вот этого веселого киноа на природе. Вообще, бизнес по утилизации медицинских отходов – это такая довольно узкая специализированная сфера, достаточно закрытая, достаточно непрозрачная. Для меня, например, было удивлением то, что, оказывается, не нужно владеть какой-то отдельной особой лицензией с медицинским уклоном для того, чтобы утилизировать медицинские отходы. Достаточно иметь стандартную лицензию на утилизацию отходов первой-четвертой группы опасности. Есть какой-то определенный рынок в Башкирии, он уже сформировался. Понятное дело, есть определенное количество медицинских учреждений, они вырабатывают какое-то количество специфических медицинских отходов, и, соответственно, вокруг этого строится бизнес. Емкость этого бизнеса, по моим оценкам, может доходить до 200 миллионов рублей в год, и это вполне себе ощутимый пирог. Стоит упомянуть и о структуре стоимости, себестоимости услуг в этой сфере. До недавнего времени средняя стоимость утилизации одного килограмма мусора из медицинских отходов стоила около 100 рублей. Это достаточно большая цифра на фоне, скажем, сравнения с утилизацией обычных бытовых отходов и так далее. При этом себестоимость утилизации одного килограмма медицинских отходов колеблется от 10 до 12 рублей. Согласитесь, 900% наценки стоят того, чтобы беспокоиться о целостности рынка и собственного бизнеса. И тем более объяснимо, что когда московская компания, а экохолдинг зарегистрирован в Москве, входит на рынок Башкортостана, предлагает меньшую цену за те же услуги для медицинских учреждений на конкурсах, согласитесь, это вызвало определенное беспокойство игроков, которые привыкли к тишине, которые привыкли к 100 рублям за килограмм, ну и так далее. Вот именно это стечение обстоятельств, я полагаю, причиной вот этой всей заварушки. Это, конечно, мои эмпирические предположения, я не хватал никого за руку, но могу упоминать о том, что в моем разговоре с Ириной Косолаповой, директором экохолдинга, прозвучало то, что с появлением экохолдинга на рынке утилизации медицинских отходов Башкортостана начали раздаваться звонки в офисе, звонки от конкурентов, с достаточно резкими претензиями и предложениями удалиться из этой сферы бизнеса. В общем, не могу сказать, что это были угрозы, но это были такие очень угрожающие и очень такие напряженные разговоры на тему, какого черта вы здесь нам все ломаете. Ну, в принципе, наверное, классическая история конкурентной борьбы, классическая история входа на рынок и демпинга, но, тем не менее, вот что есть, то есть. И именно это, я полагаю, причиной всей вот этой вот истерической истории. Ведь что, собственно, зацепило зрителей и вызвало вот такие бурные эмоции, что заставило, на самом деле, прокуратуру МВД нехотя заниматься вот этим всем, хотя они понимали, что под этим ничего особенного нет, заставило это сделать картинка. Вот это, значит, живописная картинка мешки с там, с какими-то кровавыми бутылочками, шприцами, баночками и ватными палочками, что, собственно, и составляет основную массу медицинских отходов. И вот ужас-ужас, смотрите, пандемия, ковид-19, все вот это разбросано по Михайловке, и вот мы это все пинаем ногами. На самом деле, нужно смотреть глубже. Давайте разберемся, что такое медицинские отходы по сути, и какими документами регламентируется их переработка. Я уже говорил о том, что для того, чтобы утилизировать медицинские отходы, не нужна отдельная лицензия. Так государство устроило эту сферу, и эту сферу регулирует СанПин 2.1.7.2790-10. Есть такой СанПин, и в нем подробнейшим образом описано, как, что должно утилизироваться, какие отходы к какому классу относятся. Существует несколько классов медицинских отходов А, Б, В, Г, Д и так далее. Категория А – это вообще бытовые отходы, которые производятся медицинским учреждением. Категория Б, В и Д отличаются по степени патогенности. И, скажем, категория Д – это радиоактивные отходы медицинских учреждений, то есть тех аппаратов того оборудования, которое использует, скажем, какую-то рентгенографию или какие-то иные лучевые технологии. Эти отходы утилизируются совершенно иным порядком и не имеют отношения к нашей истории. Мы говорим о двух классах отходов, которыми занимаются частники. Это отходы класса Б, В. Так вот, в отношении этих отходов СанПИН предписывает медицинским учреждениям определенные действия. И в конечном итоге все это сводится к тому, что, в принципе, за ворота медицинских учреждений не могут быть вывезены недезактивированные отходы класса Б, В. То есть, переводя на русский язык, когда эти отходы в мешках попадают в грузовики утилизирующих предприятий, они уже обеззаражены. Потому что, например, отходы категории Б обеззараживаются обязательно на месте образования, я цитирую СанПИН, при отсутствии участка обращения в медицинских учреждениях или при отсутствии централизованной системы обезвреживания медицинских отходов в регионе. Вот про эту систему мы еще поговорим. То, что касается медицинских отходов категории В, про них вообще сказано в СанПИНе, что хранение и транспортировка необработанных отходов категории В не допускается за пределами медицинской организации. Еще раз, все, что утилизаторы получают в кузова своих автомобилей и увозят на свои площадки утилизации, уже дезактивировано на территории медицинских учреждений. И теперь мы переходим к самому важному и самому, как сказать, образующему всю вот эту сферу моменту. К моменту существования или несуществования в регионе единой региональной схемы обращения медицинских отходов. Тут мы уже забываем про несчастную компанию Экохолдинг, забываем про Бажина, забываем про тех, кто, как говорится, стоит за Бажином и Дианочкой Демидовой, и поговорим о существенных и серьезных вещах. Вообще-то, согласно СанПИНу и некоторым другим регламентирующим документам Минздрава, мы у себя здесь, в регионе, в Башкортостане, должны иметь региональную схему обращения медицинских отходов, которую, в свою очередь, должен сформировать наш республиканский Минздрав. Вот здесь мы уже обращаемся к господину Забелину и задаем ему вопрос. Максим Васильевич, почему в такой сложный период для медицины и опасный период с точки зрения эпидемиологии в республике до сих пор отсутствует вот эта региональная схема обращения медицинских отходов? Только по причине того, что региональный Минздрав возглавляемый господином Забелином ленится и не хочет создавать эту региональную схему обращения медотходов, медицинские учреждения вынуждены идти на массовые нарушения в отношении медицинских отходов категории В, которые, вообще-то, они должны утилизировать на собственной территории. Тут получается некий абсурд. Для того, чтобы больница, например, утилизировала отходы самостоятельно на собственной территории, ей, в свою очередь, нужно выполнить ряд определенных нормативов. В частности, норматив по удалению, удаленности вот этого технологического оборудования, вот этих печей, например, от корпусов больницы. А у больниц нету такой территории, не может она за 300 метров на своей территории поставить печку и там чего-то сжигать. И в итоге получается нарушение. А все это только потому, что Максиму Васильевичу лень создать региональную схему обращения с медицинскими отходами. Тут же вопрос и к прокуратуре, и к Роспотребнадзору, и Росздравнадзору, и прочим-прочим надзорам. Почему бы им не обратить внимание на Министерство здравоохранения Республики Башкортостан и не написать им предписание о необходимости формирования вот этой региональной схемы? Потому что, вообще-то, вот это и есть та самая чиновничья работа, которой должен заниматься Минздрав. Они должны заниматься организацией процессов. А здесь на лицо мы видим картину, когда процесс по утилизации специфических медицинских отходов не организован региональным Минздравом. Вот это глобальная проблема, которая порождает проблемы маленькие, порождает нарушения, которые, безусловно, существуют в этой сфере, порождает вот эти активности всяких баженных и демидовых, порождает внутри корпоративную борьбу, которой могло бы и не быть, на самом деле, по крайней мере, в тех формах, которых мы видим, внутри бизнеса, и порождает, в первую очередь, коррупцию. Бездействие Башкирского Минздрава порождает бардак в сфере обращения медицинских отходов, безусловно, порождает нарушения, которые возникают в связи с отсутствием этой схемы, порождает конфликты внутри бизнес-сообщества и, конечно же, порождает коррупцию. Коррупция у нас, как известно, охотно прорастает при любом удобном случае. В данном случае она появляется в среде, когда вот этот вопрос утилизации медицинских отходов отдан на откуп либо главврачам, либо старшим медсестрам в больницах, я с удивлением для себя обнаружил, что зачастую именно старшие медсестры это такая серьезная сила внутри больницы, которая ведает весьма себе существенными бизнес-вопросами. это вовсе не добродушная тетенька со шприцем в руках, это весьма себе такая бизнес-единица, которая принимает решения, заключает договора и прочее, прочее. Так вот, отдав на откуп частным конкретным частным лицам внутри штата расписания больниц, Минздрав наш порождает действительно вот эту коррупционную сферу. Я надеюсь, что в ближайшее время господин Забелин и Министерство здравоохранения республики озаботятся этим вопросом. Он действительно очень такой болезненный, очень специфический и действительно должен решаться именно Минздравом республики Башкортостан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова